Привет всем-всем-всем друзья из Умени. Сегодня у нас 15 мая. 15 мая сегодня у нас. Мы хотим быть краткими. Господь помоги нам быть краткими, потому что это важно. Благослови, пожалуйста, нас, благослови братьев и сестер. Боже наш, слава Тебе, слава Тебе за этот новый день. Открывай Господь нам, пожалуйста, все, что Ты нам приготовил, Господь, любящим Тебя. Мы, Господь, любим Тебя, расслабляем Тебя. Аминь. О чем мы хотим сегодня поговорить? Мы хотим поговорить немножко о нашей человеческой природе. Однажды говорил наш дорогой и любимый брат Майкл Уэллс, когда мы видим зло в этом мире, нам очень важно понимать, что зло само себя наказывает. Оно на самом деле существует благодаря добру. И в конце концов, как бы оно не усиливалось, оно подтачивает само себя и в конце концов занимается самоуничтожением. И посмотрите сегодня на любое проявление зла, какие-то, может быть, злые империи или злые власти или злые люди. В конце концов, они плохо кончают, потому что их зло, оно само разрушительное. И нам не нужно иметь как бы пять пядей во лбу, чтобы понять, что обратная сторона зла и любовь, доброта, они являются созидающими силами. И даже если мы не верующие люди и мы живем в любви, мы живем в милости, в терпении, в благотерпении, мы увидим плоды этого всего. Мы увидим плоды созидания, мы увидим разрешение конфликтов. И потому что это то, что, я хочу сказать, это то, что естественно для нас. И когда добрый день всем, Лев Сакович, Яков, добрый-добрый всем, кто нас смотрит, вот. Мы говорим сейчас немножко на тему зла и добра, о том, что зло на самом деле разрушительно, а добро, оно имеет невероятную созидательную силу, благодаря любви. И на самом деле добро это то, для чего Бог создал человека. Он создал его жить из источника, которым является добро, Бог, который является добром и любовью. И мы помним, да, когда Адам согрешил, мы видим, да, первые признаки греха и знания его, да, другого знания. Он начал знать добро и зло по своим собственным меркам, по своим собственным меркам. И это привело его в состояние страха. И это чувство страха, чувство стыда и вины на самом деле являются неестественными чувствами для природы человека. Бог не создал нас для жизни в этих чувствах, потому что эти чувства разрушают. Вот посмотрите на человека, который живет в непрощении или в горечи. Мы видим, да, насколько это действует разрушительно. И Господь говорит нам, что, по-моему, это что? Либо горечь, либо непрощение являются гнилью, да, в костях. Унылый дух сушит кости. Уныние, разочарование, депрессия. Все вот эти проявления души, они, в конце концов, служат разрушению человека. И Бог не задумал нас жить именно в этом саморазрушении. А если мы проецируем это еще на других людей, то представьте, пожалуйста. Сейчас, сынолечка. Да. Сейчас я включу песенку получше. И поэтому так, когда мы проецируем это на других людей, то они, соответственно, чувствуют либо разрушение, либо созидание. И некоторые люди, они живут, они страдают от того, что никто вокруг их не любит. Но если они постоянно проецируют негатив и разрушение, то они этим разрушают отношения. Они разрушают себя, прежде всего, и разрушают людей. И пока человек, порой бывает, пока человек себя полностью не разрушит, и не войдет вот в этот, как говорится, в контрастный душ этого негатива. И не почувствуют, да, все как бы, пока не наестся этим негативом, он не поймет, что ему нужно что-то другое, ему нужно созидание, ему нужна любовь. И поэтому, да, Бог говорит нам, будьте добры друг к другу, будьте милосердны, потому что это созидает человека. Вот это и есть естественная среда для обитания, для роста человека. Грех, я хочу сказать, это противоестественно. И хотя вот я хочу сказать, что в религиозном нашем мышлении мы привыкли думать, что грех – это естественно. На самом деле грех – это противоестественно, это против естества той природы, которую Бог нас создал. Потому что это разрушает, да, это не созидает, мы это уже понимаем чисто даже как бы логически. И что же для нас естественно? Для нас естественно природа Иисуса Христа, новая природа. Вот это естественная вещь, это то, что нас созидает, это то, что созидает людей, это то, что меняет людей. И мы с вами имеем действительно уже новую природу, новое сердце и новый дух. И нам важно очень верить и принять то, что нам, 2 Петра 1,4, нам все дано уже для жизни и благочестия. Уже дано через обетование, через обетование и драгоценное обетование нашего Бога. Это обещание Бога, это Бог, стоящий за Своим Словом и производящий действия. Поэтому будем уповать сегодня на Его обетование, будем стоять на обетовании, исповедовать эти обетования. Давайте возьмем хотя бы одно заключение обетования. Я буду любить тебя, я за тебя, я с тобою. Это созидающее обетование. Не разрушающее, а созидающее обетование. И нам очень важно созидать самих себя на святейшей вере нашей, для того, чтобы нам возрастать в исцелении. Вообще, я хочу сказать, это странно, да, молиться об исцелении и в то же самое время жить в негативном духе. Это две противоположные вещи. Человек не может получить исцеление, он не сможет от этого получить, потому что его душа отталкивает исцеление. И поэтому, прежде всего, действительно должно произойти исцеление в нашей душе. В духе уже произошло исцеление, но в душе так важно, чтобы мы пустили духа в нашу душу и позволили ему там созидать нас, наполнять нас и жить в позитиве. И когда приходит осуждение, когда приходит страх, нам важно знать, откуда, из какого источника это исходит. И не думать, что это естественно для нас. Нет, братья и сестры, страх – это неестественно, чувство вины – это неестественно, стыд – это неестественно, горечь – это неестественно. И сатана будет подменять это, подменять истину ложью, думая, что «О, вот это и есть естественно, потому что я так чувствую, значит, я так должен чувствовать». Нет, друзья, естественно – это милость, естественно – это радость, естественно – это терпение, естественно – это смирение. Вот что естественно для нас, потому что это приносит созидание. спасибо я должен включить песенку моему сыну потому что он очень меня просит благослови вас господь господь укрепи нас в том что естественно но это естественно сверхестественно аминь будем эфире пока пока